здравствуйте уважаемые телезрители темой сегодняшнего нашего разговора является тема бездомных животных эта проблема не сегодняшнего дня она уже существует давно но решение и до сих пор как бы не найдено поэтому до конца эта проблема еще не решена скажем тогда животные остаются бездомные на воле и как бы представляет определенную опасность вот сегодня мы пригласили к нам студию то есть мой собеседник старший помощник городского прокурора денис григорьевич висков бездомные животные то никто спорить не будет да это в общем то проблема человека самого до людей потому что которые сначала берут в дом этого животного там хотят ублажить ребенка подарить ему то может быть на день рождения или взять себе для какого-то там я не знаю просто себе да сначала берут а потом отказываются от него естественно бездомное животное становится само себе как бы на уме но размножается делает что угодно но и представляет как я уже сказал определенную опасность вот где в какой плоскости лежит решение проблем вот обязанности владельца животного сформулированы достаточно давно они в общем я думаю всем понятны владелец животного обязан свое животное содержать до конца его жизни да да обращаться с ним гуманно и в частности обеспечивать ему дом может владелец животного свое животное стерилизовать если ему надо если не надо нет но для нашего рассматриваемого просто самая главная обязанность то что должен содержать и безусловно мы понимаем о том что кошки и собаки они это не косули и хаки куницы они не появились тут сами не прилетели как голуби когда-то они были домашними животными потом они стали животными безнадзорными в настоящее время еще действует вот последнее время порядок от лова на животных которые предусматривают усыпление агрессивных собак с 1 января 2020 года усыплять собак не будут они здоровых собак страдающих бешенством предположим те которые собаки больны они содержатся отдельно ну давайте упомянем то что закон исходит это прямо в законе предусмотрено что собаки являются животные безнадзорные животные являются существами способными испытывать эмоции и страдания то есть принципе в определенном смысле можно вполне себе приравнять их людям и через эту призму рассматривать и поэтому больные животные заслуживают к себе такого же гуманного отношения и лечение и до того момента если болезнь неизлечимая значит облегчение от страданий и смерти в гуманных условиях то есть даже и опасные животные больные и так далее на зине подлежат нет в законе все убрали этот вопрос что усыпление нет не предусмотрен вам не кажется что потому как сейчас пишут прессе закон как бы этот писали и присутствовала одна сторона в основном это были зеленые но не было второй стороны поэтому закон так сегодня сильно у него крен направлен на вот я бы сказал вот такой лояльность приобретает может быть но надо учитывать что законы принимает государственная дума то есть какая бы сторона не участвовала в его разработке мы же наши депутаты голосовали я предполагаю не подумали но если например у муниципальных образований есть своя ассоциация субъекте федерации имеют право законодательной инициативы то есть если например право применения этого закона покажет что есть проблемы что для нашей страны нужен какой-то может быть переходный период что мы не можем все таки обеспечить вот такую ситуацию ну я думаю что законодатель такой вопрос можно установленном порядке поставить пусть изменят подход но пока по крайней мере вот так то есть сегодня отлов как таковой сегодня еще есть есть до отлов и он будет продолжаться отлов но с 1 января двадцатого года он серьезно гуманизируется да и вплоть до того что не агрессивные животные отловленные после стерилизации и вакцинации подлежат возвращению на то место где их взяли то есть вот например вы обращаетесь с заявлением у нас во дворе бегают там две крупные собаки безнадзорные их забирают отвозят метят ставят несмываемую неснимаемую метку вакцинируют стерилизует и возвращают обратно во двор они продолжают бегать вот такая ситуация если вы если предполагается что они агрессивные если такой факт устанавливается то они содержатся в приюте но надо понимать о том что реализация этих мероприятий потребует значительных затрат потому что содержание собаки в общем-то ее и кормление это требует денег пока по крайней мере на уровне сухого лога такая организация отсутствует и такие скажем так мощности не созданы ну и вот правила отлова и содержание настолько регламентированы что никто просто не соглашается не заявляется на эту работу ведь несколько раз наш администрация пыталась и пытается это сделать но никого из тех кто нанять они не могут хозяйствующий субъект да но мы вот так же вот так все больше то есть проблема то она остается сегодня она висит мы сделали вывод по результатам проверки что если администрация не может нанять организацию администрация должна такую организацию создать то есть у нас есть различные муниципальные учреждения которые занимаются оказывают какие-то услуги и вот мы потребовали от главы городского округа чтобы эти меры принимались то есть раз никто не заявляется никто не торгует деятельность должна осуществляться пусть какое-то из муниципальных учреждений тогда получается внутри себя такую службу создаст у нас была практика довольно давно когда гуркомхоз занимался этой работой вот то есть принципе мы в общем то ничего особо нового не не придумываем и советское время эти службы существовали они не были частными они были государственными и ну все в принципе было государство мало было частного сектора в экономике но тем не менее то есть тут нарушение закона что касается вот именно правил конкурсного отбора никто не нарушает да администрация выбрала один из предусмотренных законом способов есть такое право нанять стороннюю организацию или индивидуального предпринимателя который будет это делать за деньги но коль скоро не получается бросить эту сферу деятельности мы тоже не можем если не получается то нужно делать самим ну грубо говоря проведем аналогию если вы не можете нанять человека просто покрасить у вас стену там в доме там или что-то красьте сами красьте сами может не так красиво получится вообще тоже решаемый вопрос ну вот то что вот эти вопросы как вы считаете они все-таки помогут решить собаки самое главное что они размножаются до дичают сбиваются в стаи и представляют ну на самом деле реальную угрозу для жизни здоровья а вот то что я говорила система должного вот оформления идентификации идентификации животного бесплатная там вакцинация стерилизация это поможет все-таки как вы думаете вот того чтобы меньше животных оказывалось на улицах нашего города конечно поможет если это будет профинансировано то есть в принципе задумку да плохой назвать нельзя в общем-то возразить против такого метода ничего нельзя если животное будет специализированной службой отловлено затем если она не агрессивная то она тогда получается в вашем примере не мешает никак да если она агрессивная кого-то напугала если есть основание считать его агрессивным тогда мы его содержим в приюте пожалуйста она там кушает его там лечат при необходимости и живет вот то есть если это будет сделано если эти приюты будут построены тогда конечно проблема должна будет решена по крайней мере будет меньше да с одной стороны будет стерилизация то есть размножение прикатиться с другой стороны будет паспартизация да возможно то есть такое животное будет очевидно помечено будет видно о том что это собака или кошка уже была значит в приюте ее там стерилизовали ее вакцинировали то есть она не опасно с точки зрения заболевания начнем с этого ну и по всей видимости она не проявляла признаки агрессивно она не опасно как агрессивное животное то есть если вот это все вопрос по большому счету вопрос упирается как обычно в деньги в объем выделенных средств если на это будут достаточные средства выделены вот сделают это таким способом получается что проблему определили что она все таки существует и признали да это уже хорошо и как бы определили ее как проблема все таки местных властей эти полномочия эти обязанности лежат на субъектах российской федерации в первую очередь по федеральному закону эти предметы разграничены вот так затем субъекты российской федерации вот в частности Свердловская область передали эти полномочия и затем когда это будет происходить могут в этом участвовать и частные организации важно только то что деятельностью по отлову деятельностью по содержанию может заниматься либо индивидуальное предприниматель либо юридическое лицо то есть кто-то может и участвовать может быть и участвовать в финансировании да вот как на ваш взгляд зеленые вот так называемые которые почему-то только декларируют кричат как только этот вопрос возникает отлова так они откуда-то появляются а вот помочь и допустим вед аптеки ну и кто-то еще может быть найдется то есть это уже как бы законом не определено а вот помочь в организации это уже только лишь личное дело такое ну как помочь смотрите если вы индивидуальный предприниматель или благотворительная организация создаст приют то они смогут животных отловить в свой приют привезти и заниматься всем по инструкции что положено то есть им это тоже никто не запрещает то есть это по личной инициативе кто-то может по себя это взять такая организация может это делать в принципе есть и другие примеры когда общественные организации участвуют ну например вот возьмем такой пример казаки да казаки где у них ударение они участвуют в охране общественного порядка и в общем все к этому достаточно привыкли да таким же образом дружины они сейчас существуют и раньше советский опыт существовали и здесь также то есть если будет какая-то организация она поставит в известность орган местного самоуправления что у нас есть там допустим в селе Рудянское например мы построили приют вот органы государственной власти будут такую организацию проверять действуют ли они в соответствии с нормативами то есть там например запрещен отлов в присутствии детей запрещен отлов с использованием каких-то средств и методов которые могут причинить животному страдания то есть это все делаться должно гуманно вплоть до того что и сам отлов и если потом животное выпускают на волю должны сниматься на видео то есть при необходимости если зашел вопрос о том что куда делась моя собака мне соседка сказала о том что ее поймали мы приходим в организацию включаем видеозапись видим что да действительно мы ее ловили вот ну и дальнейшая судьба тоже есть на пове ну то есть как бы закон прописан он принят закон в силу уступил но вот в части в части вот этих вот дополнительных гарантий там возврат после отлова например он с 1 января 20-го года но в принципе 1 января 20-го года наступит достаточно быстро по большому счету зная например реалии нашего строительства на Урале у нас у нас ведь строить то можно ну может быть там до октября например да если чтобы это запустить 1 января 20-го года эти приюты эти мощности нужно наверное начинать заниматься уже сейчас ну да ну и вот пока собак много как вы на сегодня это видите как то проблема как то решается сегодня может каким-то образом начать уже это вот вы говорите ну хорошо строит приют а собаки или это дети на улице не все у нас далеко не все отдыхают в загородных лагерях и то там допустим да по полдня может быть то есть в загородных лагерях и в лагерях дневного пребывания по полдня остальное время родители на работе ребенок сколько хочет только и в общем-то гуляет как правило но если родители там не ограничивают и вот сегодня то эта проблема пока вот она существует да и будет пока так как есть существовать на сегодняшний день заниматься этим вопросом на территории городского округа Сухойлок некому потому что частная организация которая могла бы это делать не заявилась а на уровне органов местного самоуправления или органов государственной власти для городского округа Сухойлок такая организация не создана получается вот данной ситуации никого нет то есть получается что мы телезрителям сейчас скажем о том что значит спасение утопающего как обычно даже и так вы не можете трогать эту собаку трогать не можем но как-то быть осторожным и уберечь себя каким-то образом я не знаю это для всех сфер деятельности актуально конечно то есть остается только вот быть осторожным обходить может быть те места где эти собаки гуляют где они ну вот это опять мусорные баки которые не обойдешь но есть конечно у нас люди которые выбрасывают под кусты до сих пор и кстати нужно иметь в виду что те люди которые собак кормят которые кормят кошек кошек они не учитывают последствия своих действий они не учитывают то что вот здесь формируется определенный очаг этих животных здесь могут быть какие-то заболевания здесь мусор появляется какая-то грязь вот такие люди они считают что покормить животное можно но дальнейшие последствия последствия своих действий они не просчитывают и вот я думаю что на в стратегическом плане на длинную перспективу такие действия приносят вред потому что собаки и кошки размножаются и это потом гадят это же зараженные экскременты где яйца креста и так далее это может быть и в песочнице и рядом да и на игровых площадках вот поэтому конечно было бы очень здорово если такие сердобольные люди они организовали общественную организацию эти же допустим потраченные там на какие-то куриные части 100 рублей внесли бы в эту общественную организацию и вот эта уже общественная организация там под присмотром ветеринара в специально созданных условиях она бы это животное уже забрала и кормила вот это идеальный бы конечно вариант вот так ну до этого надо дорасти просто у нас встить там во многом не хватает еще культуры да наверное вот это все дело как раз и в ней во внутренней культуре потому что наверное которая должна воспитываться со школьной скамьи то есть ответственность за того кого ты приютил должна быть все-таки прежде всего да на тебя на хозяине спасибо Денис Григорьевич на этом мы сегодняшний наш разговор заканчиваем ну а если у вас уважаемые телезрители есть какие-то мнения по этому поводу может быть мысли ну или желание это совсем хорошо помочь в этом благом деле то пожалуйста обращайтесь и может быть вместе мы как-то поможем решить эту проблему до новых встреч а